Приветствую вас, давайте мы разберем ваш вопрос, я не буду его зачитывать целиком, да, потому что текст получается довольно объемный, вот, но он в принципе все про одно и то же. Про то, что если у человека что-то идет не по плану, вот, то у человека, значит, получается довольно такая сильная реакция, то есть истерика, да, очень сильная истерика, вот. И эти реакции мешают, значит, спокойно жить, ну, что это спрашивает автор, и как прекратить это саморазрушение, является ли это сильно не нормой. Ну, вам бы надо сначала обратиться, конечно, к врачу и пройти полное медицинское обследование, да, может быть у вас есть какие-то просто физиологические сейчас анамалии, вот, которые вызывают такую реакцию. Далее вам желательно обратиться к клиническому психологу, психиатру, для того, чтобы он вам, ну, продиагностировал у вас наличие психологических, психических аномалий. Вот, там соответствующий тест пройдете, вот, посмотрите, если это в порядке, то тогда уже можно будет к психологу, вот, потому что, вот, как мне показалось, исходя из вашего текста, да, что вот, знаете, вот, как это, вы на свой счет принимаете, как будто бы, вот, то, что происходит с вами, вот, и, я, конечно, не знаю, вот, наверняка, но вот такое ощущение, что, когда что-то идет не по плану, вы это воспринимаете как, ну, знаете, как личную обиду, как будто бы, да, что вас вот лично оттолкнули, вас лично отвергли, лично вас обидели и так далее, так это выглядит. Я понимаю, что может быть я ошибаюсь, вот, но это одна из моих, так скажем, гипотез сейчас. И, соответственно, нужно посмотреть, вот, вы говорите, что, значит, вся эта мысль вызвала сильную истерику. Ну, хорошо. Истерика – это определенное состояние ваше. А вот если мы говорим не про состояние, да, если мы говорим про психологический аспект, то про что ваша истерика? Какое значение вы этому придаете сами? Что для вас это значит? Ну, ведь очевидно же, да, что что-то значит? Ну, совершенно очевидно. Вот надо бы в таком случае постараться бы понять, а что значит, что означает это? Как вы сами к этому относитесь? Как вы сами это все видите? Как вы сами к этому всему, как вы сами это все воспринимаете? Вот. Вот это вот очень важно, на мой взгляд. И, исходя из этого, уже можно будет смотреть. Как вот развиваются ваши реакции на это. Потому что есть у меня конкретно сейчас подозрение такое, что вы не можете ответить. На вопрос, каково для вас вот значение этого. Есть у меня такое ощущение. И вот с этим и нужно, на мой взгляд, работать для того, чтобы вам помочь. Но все это имеет смысл, имеет значение только если мы говорим конкретно о психологическом феномене. Если мы говорим, не говорим о психологическом феномене, то вам от этого будет ни холодно, ни горячо. Если у вас по медицинской части есть какие-то аномалии. Вот. Поэтому я рекомендую вам поисследовать этот момент. Сначала с врачами, если все хорошо, то с психологами. Как-то так. Еще я заметил в вашем тексте, я заметил проблематику такую, как личные границы. Потому что вы говорите, что вас поставили на волонтерскую деятельность. То есть вы вроде бы не хотели, или вас это как-то тяготит. Я тут, честно говоря, не очень понял, что вы имеете в виду. Тут надо бы тоже посмотреть немножечко подробно, как вы вообще оказались в этом, я имею в виду, как вы оказались в такой позиции. Когда, ну вот, на вас, получается, навесили то, чего вы не очень хотели бы. Не случайно же это произошло. И, вероятно, причиной такой реакции еще является ваше постоянное психическое напряжение, нервное напряжение. Только вот, что именно это напряжение создаёт, мы пока не знаем. Ну, при, как бы, исследовании, да, при сборе. А надо же, так сказать, при сборе сведений, я думаю, что, в принципе, это узнать труда не составит большого, да. Если вы, как бы, ну, пойдете на контакт. Ну, как-то так. Как-то так. Если вы не доверяете себе, то есть, если вы себя как-то принижаете и обесцениваете, например, то реакция может быть, в принципе, похожая. То есть, у вас что-то идёт не по плану, нужно принять спонтанное решение. А спонтанное решение можно принять только, если вы себе доверяетесь. Если вы как-то не доверяете, то решение принять сложно. Это очевидно, да, в данном случае, в данном случае. Вот, поэтому, вот, тут тоже такие моменты, такие нюансы есть. Но это уже больше про погадать, конечно же. Поэтому не будем этим заниматься. Всего вам доброго, удачи.